Я Реанор и я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Это очередная серия летсплея по игре Fallout Shelter. И как вы помните, я прошел... да, должен был... возвращались мои люди. Сегодня, надеюсь, что у меня получится эту серию точно так же выложить в этот же день. Вот. Ну, так, да, конечно, нужно срочно собрать энергию. За кадром, значит, что я... чего я добился? Во-первых, всех... всех-всех-всех жителей я... Так-так-так, хорошо-хорошо, ну давай, давай, окей, ну уже. Да что ж ты будешь делать, а? Да. О. Да, у нас появились новые дети, потому что я всех-всех-всех своих жителей прокачал... Зверь, как прокачал. Осеменил вот этим вот пареньком всех девок. Окей, окей, новые жители. Сейчас у нас просто будет оврал из людей. И, кстати говоря, вернулись наши все-таки товарищи. Но, смотрите, в чем дело. Дело в том, что у нас всего лишь 10 вещей можно на складе поместить. Поэтому сразу прям... Сразу-сразу-сразу мы не сможем всех, скажем так, отправить. Да. Бум рождаемости пошел. Супер-пупер бум рождаемости у нас начался. И где еще? Да, окей. Еще... Ну, постарался на славу паренек. Мы населяем убежище. Для чего, кстати, это делаю? На самом деле очень хочется... Радиостудия. Это радиостудия, в которой, как бы, получается такой свой собственный вещающий радиоканал, который привлекает жителей с пустошей в большем количестве. Вот. Такая вот комната тоже есть. Ну, как бы пропаганда, если такое. Замечательная вещь, на самом деле. Но, на самом деле, меня интересует даже не эта вещь. Так. И да. Нюанс. Значит, сейчас у нас прибыла одежда. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Я хочу сначала посмотреть вообще коллекции. новое оружие. Аж целых три штуки. По-моему, это у нас уже было. Продвинутый обрез. А вот, вот новенькая. Плазма. Которая, может быть, и не горячая, но... Ну, не сильно прям, да... Горячая. Но достаточно для того, чтобы наносить повреждения. Видимо, так это правильно перевести. Новое оружие, которое нашли на пустоши. Точно так же мы нашли прокачанный арморит сьют. И пижамка, пижамка, которая, конечно же, да, пригодится нам. Опять же, на той же самой, если радиостанции пригодится вполне себе. Значит, что еще? Какой нюанс я забыл сказать? Окей, окей. Нюанс, который я забыл сказать, это то, что... Дополнительный источник дохода, это еще непосредственно работа вот на этих вот станциях, когда они добывают. Они точно так же дают деньжата. Вот, смотри, сейчас вот придет. И... А где крышечки? Странно. Почему-то иногда крышечки приходили. А сейчас почему-то не пришли. Так, если мы попробуем сейчас все собрать, естественно, у нас ничего не получится. Потому что у нас на складе уже достаточно большое количество вещей. То есть 6 из 10 вещей мы можем... Можем всего 10 вещей на складе хранить. Что-то я, наверное, все-таки продам. А вот что конкретно, я еще пока не решил. Комба-тармор. Жалко продавать. Все жалко продавать. А мы ничего не будем продавать. Хотя очень сильно нас об этом просят. Но, тем не менее, этого я делать не буду. Лучше я снаряжу... Джонни Дэй, кстати. Чем ты занимаешься? По-моему, это просто... Он шляется, да, и ничем не занят. Давайте посмотрим. Если... Да, вот Джонни Дэй на кофе-брик. Кофе-бреки. Куда бы его отправить? Перцепшн. Да, ты будешь работать здесь. Кто у нас еще на кофе-бреке? Это как раз уже из первого нашего поколения. И Маргарет Хэррис. Где она? Вот она, Маргарет Хэррис. О-о-о. Ёй. Кстати, давайте-ка вручим... Пистолет. Шотган ему. Чтоб он быстренько справился с проблемой. Как прекрасно, когда есть оружие. Это просто шикарно. Так, кто у нас... Куда она убежала? Кофе-брекер, что наша. Выросшее поколение. Она немножко хороша в интеллекте. Но лучше, конечно, будет ее использовать именно вот здесь. Где? Так. Чтобы улучшить ваши впечатления, игры инженеры в Уолтек дополнили симулятор новыми функциями. Новые происшествия, кратокрытцы и когти смерти. Кстати говоря, очень было... Вот я вижу, что тут на русском. Возможно, скоро в будущем появится на русском и сама версия игры. Мистер-помощник. Мистер Хэнди. В ланчбоксах и в магазине. Улучшенная система заданий. Исправлено множество ошибок. Ну, соответственно, понятно. Очередной ребенок. Просто прекрасно. Так. Я вроде всех на кофе-бреке, кто находился, распределил. Ну, да давайте просмотрим. Да, вроде все на местах. Новое здание появилось. Вот оно. Первая наша комната, которая позволяет качать силу. Это уже интересно. Ну, на самом деле, очень сильно бы хотелось дождаться бы немножко другой комнаты. Для этого, конечно, нужно, чтобы больше людей пришло. Или будут как раз-таки родятся еще два человека и будет как раз то самое, что нужно. Так. Кто ты? Что ты умеешь? Сила. Сила. В принципе, для всего годится, кроме как для суда. Давайте, сила, сюда пойдешь. Так, тебя тоже надо принять. Ну, сначала нужно распределить, конечно, одежку. Одежку надо распределить. Что можем одеть? Например, Armored Wall Seat. Как раз Perception. Вполне себе так пригодится здесь. Здесь. Кто у нас? В принципе, тут больше одежки для этих нет, ребят. Тогда нужно поискать здесь, чтобы одеть. Например, Джерри Харди. Например, Джерри Харди вполне себе так сможет одеть Combat Armor на силу. Зачем я это делаю? Чтобы вместилось у нас на складе, появились места, четыре места есть. И мы наконец-таки можем принять данного товарища. Хотя мы можем чуть-чуть раньше принять. Ууу. Забит склад. Нам сказали, что у нас забит полностью склад. Да, ваш Wall Storage содержит предметы, которым ваши твейлеры могут использовать с властлендов и изладьбоксов. Вот. Нужно нажать вот на эту иконку, чтобы показать все, что у нас есть. Так. Хорошо. Все больше и больше людей. Кстати, чем ты занят? Кто у нас чем занят? Давайте. Ой. Хе-хе. Случайно. Не то немножко сделал. Так. Я хотел посмотреть, что же мы умеем. Да. Кто у нас наш список, да? Dinner Child Child. Нету ли никого на кофе-брейке у нас? Есть Rapid Ralph Day. Он на кофе-брейке. И у него прекрасная харизма. Как раз-таки есть кому вещать, кстати говоря, на радиостанциях. Давайте-ка его переоденем. Переоденем сначала вот это дело с ними. Кстати, сколько у нас там места осталось? 9 из 10. Хорошо. Зачем? Для того, чтобы этого Ralph действительно... Эх. Радиостанцию, конечно, с одной стороны надо, с другой стороны даже не знаю, сейчас делать это или нет. Я так боюсь, что здесь появляется по месяц только две комнаты. То есть, вот наш предел на самом деле. То есть, нужно развиваться вниз. А сюда я хотел построить немножко другую комнату, до которой нам всего лишь осталось чуть-чуть. Комната на Атлетику. Чтобы качаться было. Где нашим персонажем? Прокачивать навыки. Так, ты чем занят? Ralph Day. Ты, кстати говоря, да ты у нас бездельник. Да? Давайте пока. Попробуем одеть его во что-нибудь. Действительно, то, что было бы неплохо бы для защиты. Perception. В принципе, у него военная форма. Хотя на харизму подвышивает, да? Ну, в принципе, да. Хорошая вещь. Давайте, действительно. Так, и ты у нас будешь все-таки нашим охранником. Самое лучшее оружие мы тебе вручим. Вот. И направим все-таки вот на охрану. Потому что рейдеры уже, честно говоря, сильно начали меня поддоставать. Хорошие охранники. Здесь, кстати, до четырех человек может поместиться. Ты у нас, кстати, чем занят? Тоже, скорее всего, на кофебрейке, да? Так, так, так. Да. Mark Lee. Точно так же на кофебрейке. Кстати, вот красное. Не пойму, что с ним такое красное. Ну-ка, давайте-ка его выберу. Что бы это значило? Такое ощущение, что он у нас тоже специалист такой. Так, West Langer. Endurance дает. Perception. Agility. Luck. Ну, что-то, что бы давало. Да, наверное, Perception. Так. И оружие. Самое лучшее. 7-9. 6-8. Ну, в принципе, да. У него самое лучшее оружие. И вот еще так же давайте направим вот сюда. То есть, здесь у нас будут именно защитники. Наши первые защитники, хотя бы, хоть как-то, которые будут рейдерам давать, скажем так, проблемы устраивать. Да. Значит, Comedian Outfit все-таки пойдет сюда. Он у нас самый лучший Perception дает. Радиостанцию я пока все-таки оставлю в стороне. Пока этим заниматься не буду. Сейчас я попробую прокачать самым, на самом деле, большим уровнем. То есть, 6 из 6 здесь у нас. Здесь у нас сколько людей? 6 из 6. Здесь еда. 4 из 6. То есть, столовку еще парочку бы человек. Столовку, но пока. А вот и атака рейдеров, кстати говоря. Надеюсь, это будет успешным делом. И здесь давайте-ка мы кое-кому вручим в руки тоже. Гружи. Вот было повеселее. Отлично. Вооружились. И ты тоже, наверное, вооружишься. Потому что они после этой комнаты пойдут. Пойдут дальше. И, кстати говоря, давайте-ка... Да, метаги не нужны. Это у нас все-таки радиация. Ребята, это радиация. Однозначно. Смотрите, одного рейдера уже, сколько говоря, положили. Это не может не радовать. Да, нужна... Нужна рада Вэйя. На самом деле, без них я никуда не уйду. Так, и вот рейдеры все-таки прорвались. Дальше, как выяснилось, перемещать куда-либо кого-либо смысла на самом деле нет. Ничего, сейчас они придут все сюда. И успешно им тоже, думаю, хорошенько наваляют. Все, атака рейдеров закончилась. Наконец-таки мы успешно с ней справились. Это просто меня очень сильно радует. Так, и все-таки я построю, наверное, первой построю именно Science Lab. Чтобы делали точно так же Радавэи. Построю ее здесь, наверное. Вот. И кого-то нужно будет туда с хорошим интеллектом точно так же назначить. Эх, опять у нас... Кого-то нужно будет куда-то выводить. Сколько там еще, ребят? 57 секунд. Так, в энергетической системе у нас, в принципе, неплохо все работают. Может, кто-то есть с хорошим интеллектом у нас, а? Вот, например, Винсент Янг. А, ты слишком молод. Понятно. О, Мишель Чендлер. Мишель Чендлер вполне себе подходит для того, чтобы работать в этой комнате. И тоже производить Радавэи. Они нам понадобятся так или иначе. Ну, ребята, на 33 секунды. Ну, чуть-чуть осталось. Да, кстати говоря, когда у вас нет еды, вы начинаете получать штраф именно в радиации. То есть люди начинают получать именно радиоактивные проблемы, короче говоря, которые связаны с радиацией. Начинаются. И с этим ничего не поделаешь. В радиоруб, конечно, хотелось бы кого-то, но... Ну, уже... Ну, уже 4 секунды всего лишь осталось. То есть, когда, как только у вас все начинается красным, вы уже начинаете иметь проблемы. Что-то как-то... Да, надо повышать. Ну, что ж, я надеюсь, что следующее поколение наших товарищей успешно разовьется. Кстати говоря, может быть, их ставить туда уже непосредственно, когда будет происходить что-то? Давайте-ка их вот так вот сделаем. Какой-никакой дополнительный. О-о-о-о. Да, родовые сейчас мы сразу сделаем побыстрее. И еще ребеночек. Бум! Наконец-таки. Бум-бум-бум. И у нас... На самом деле, почему я хочу эту комнату? Потому что у нас есть задание. Задание есть такое, чтобы прокачать агилити. Вот. Эта комната прокачивает агилити. Кого мы туда пошлем? Например, например, Анна Росс. Она тут особо прямо сейчас много. А, нет, агилити это здесь, да? О, тут у нас, честно говоря, мало людей, которых бы хотелось бы отправлять. Может быть, тебя пока сюда? Да, давайте-ка, наверное, пока займемся едой. Кажется, концентрировано. Ну да, тут... А где ты будешь хорош? Тут и оставайся. Вот, а отсюда сейчас кого-нибудь заберем. Чисто на прокачку агилки. Значит, да? Кто у нас тут? А, нет. Кстати, интересно, нет, ребятка, детей, кажется, нельзя назначать. Ну вот, например, у тебя агилити, ну, скажем так, условно говоря, слабенькая. Вот поэтому ты зайдешь сюда. Кстати, здесь можно до двух человек одновременно, чтобы работало. Насколько я понимаю. Точно так же, каждая комната, как правило, вмещает по два человека. И кто еще у нас тут? Ну, чуть-чуть прокачанная агилити. А вот здесь, я смотрю, тоже все плачевно. Так что давай-ка ты тоже сюда. Займемся аэробикой. Прекрасно же. Ай-ть, раз. Кстати, комнату можно прокачать, что я надеюсь, ему давать. Улучшается скорость прокачки, ну, понятно. Через час, 18 минут, они добьются повышения навыков. Так, ну, уже еду. Давайте быстрее, давайте рашим. Рашим, короче говоря. Надеюсь, что все проедет хорошо. И не прошло все хорошо. Ай-яй-яй. Так, кушать пожар, помогите. Кушать пожар, пожалуйста. Мы тут рядышком, поэтому у вас все получится хорошо в этом отношении. Эх. Так, и смотрите, вот самое внимательное. Видите? Сбилось. Сбилось время. Поэтому раш, честно говоря, делал такое. Но я хочу все-таки еще раз. Да, что ж ты два раза подряд фейл. Ну, елки-палки. Так, ну, с этим вы составитесь, я думаю. Даже... Ладно, назначим еще одного. Тараканчиков размочили. И все-таки, ребята, раш. Мне нужна еда. Мне не нужно, чтобы вы страдали от еды. Да что ж ты, три фейла подряд. Да как так? Комната в огне. Снова на помощь все идут. Смотрите, как быстро, на самом деле, у него навык все-таки теряется. Не навык, а жизнь уходит. Это потому, что ребята под радиацией. Мне так кажется, это проблема именно в этом. Так, ну, без раша никуда, ребят. Все равно мне нужен раш, потому что мне нужна еда. Давайте. Я должна вас смотреть буду. 60% конечно, того, что пройдется плохо, но... Ну, наконец-таки хоть чуть-чуть еды вы добавили. И, честно говоря, уже надо делать еще один раш. Сразу. Сразу. Сразу сходу, потому что... Потому что плохо все. 69% Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну... Фух. Ну, вот хоть как-то так. Как-то так. Что-то хоть как-то может выровнять ситуацию. Так, может быть, все-таки агидите один. Агидите два. Давайте, наверное, все-таки действительно добавим сюда еще людей. Чтобы хоть как-то у нас производственные проблемы были решены. Ну, как раз сразу ясно, что двоих вооруженных нужно будет отсюда сразу присылать. Когда будут рейдеры в следующий раз. Так, а здесь у нас... Как бы их выделить? Может... Так, здесь нужно... О, кстати, агидите. Есть одежда для агилки. Давайте-ка ее попробуем применить. Это еще быстрее, скажем так, будет у нас все происходить. Здесь, да? Так, Perception Endurance. Ну, Perception это где-то здесь. Вот тебе, мужичок, давай-ка сделаем тогда Perception Endurance. Ну, для этого забавно. Ну, вроде одежку распределили. Что у нас еще осталось? Ночнушка и Васт Ланжер. Это чисто уже для походов на пустоши. Но сейчас я на пустош никого отправлять не буду. Потому что, как выяснилось... Да, как я уже понял, это прекрасно. Было выяснено мной, что проблемы... Кстати, давайте попробуем все-таки активировать. Может, получится. Есть. Родовые получили. Надо его просто применить. Применить его надо. Да, все правильно. Теперь можно Steam. Steam Pack. И осталось еще один родовые использовать. Для того, чтобы... Да, я все-таки пойду на этот риск. Что там у нас случилось? Помогайте, девчонки. Помогайте. Надо будет помочь. Все, пожар завершен. И еще один ребенок. Да. У нас прям бум. Бум рождаемости. В принципе, все, кто мог уже разродиться, кажется, уже разродились. Пока оставлю как есть. В принципе, больше пока прям улучшать детей. То есть, пока не буду немножко... Немножко подожду развития событий. Потому что сейчас у нас будет потребление еды, на самом деле, большое. Так. И все-таки снова рож. Да. Несмотря ни на что. Рож, рож, рож. Потому что мне нужен еще один... Срочно еще один медкомплект. Вот. Еще один родовые есть. Все. Наши жители теперь в порядке. А дальше уже спокойненько. Они будут теперь производить это все аккуратно. Когда произведут, тогда произведут. Вот. Как-то так, ребята. Как-то так, в принципе, дела пошли. И... Что ж, на этом, наверное, я закончил серию. Потому что, ну... Ну, вроде вышли такую в нормальную... В нормальную работу. В комнате атлетической дамочки тренируются. Рашить здесь ничего нельзя. Вот. Но, тем не менее, процесс... Процесс пускай идет. Наверное, все-таки, мне понадобится, получается, еще один элеватор. Еще один лифт. Все-таки буду придерживаться политики. Такой, да, что у меня будет по три. По три всего. То есть, комнаты по три будут. И для них будет потенциал. Вот как он у них есть. Мы его будем сохранять и стараться не... Его не испортить. Скажем так. Потому что, если я его испорчу, этот потенциал, то потом будет обидно, да. Что эта комната не достигла своего максимального значения, которое могла бы... Которого могла бы достигнуть. Что ж, прекрасно. Прекрасно. У меня вроде как все хорошо. Что ж, на этом, ребята, я заканчиваю серию. Всем огромное. Большое спасибо за просмотр. С вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих эпизодов.